На этом видео я хочу продолжить нашу серию по законам молитвы, напечатанной в конце Аскромского Сидура. На прошлом уроке мы немножко говорили о обязанности женщины молиться, какие молитвы обязательны для женщины, по каким мнениям, какие вообще необязательны, какие желательно, чтобы она произнесла. А теперь мы перейдем к следующим, они назвали это «Разные законы», следующая секция, от 9-го параграфа по 14-й. А вот уже потом будет очень сложная тема про времена молитвы, и на нее, наверное, потребуется больше, чем один урок. Это вообще очень сложная тема, у меня много есть там комментариев к тому, что они написали, потому что мне кажется, что кое-что они объяснили не совсем точно или даже совсем не точно. Во всяком случае, там нужно будет действительно внимательно разбираться, но вот сейчас разные законы, они здесь поместили следующее. Во-первых, что перед молитвой нельзя есть, не следует есть или пить, но разрешили мудрецы пить воду, чай или кофе с молоком. Ну, вообще тема непростая, конечно. Во-первых, если человек больной, или если он не может концентрироваться при молитве и так далее, то разрешается есть и пить до молитвы. И тогда советуют хотя бы какие-то молитвы сначала произнести, то есть когда встал, например, утренний был сэнни произнести, броху на тору, потом уже поесть и попить, если человеку очень нужно. Но обычный человек здоровый, конечно, не должен есть и пить до молитвы, так и сныли ваши мудрецы. Но, во-первых, они здесь не упомянули, у них все-таки короткие законы. А с какого вообще времени это относится? По букве «законы» это не относится, если человек встает так рано, пока еще темно. Только с времени Амута Шахар, с рассвета, когда уже время молитвы, в принципе, начинает наступать, как будет обсуждаться в следующей секции, хотя это не идеальное время, но уже начинает с рассвета, в общем, близко время молитвы. Поэтому только с этого времени нельзя есть и пить. Ну, конечно, это правда, что большинство людей встают, когда уже расцвело, и даже когда уже вообще взошло солнце днем, сегодня так принято спать. Раньше, кстати, люди шли спать раньше, до того, как электричество изобрели, многие шли спать раньше и вставали, пока еще темно. Но сегодня большинство встают, когда уже светло, тем более летом, поэтому действительно уже относится закон, что нельзя есть и пить, пока не помолишься, то есть пока не скажешь «монэ сре». Молитва здесь имеется в виду «шмонэ сре». Есть другие законы насчет того, можно ли есть до Мусофа, например, или до Минхи, допустим, это попало на Рошходыш, можно ли поесть между Шахарит и Мусофом, для человека, которому хочется есть, или, например, перед Минхой или перед Аравитом, когда можно или нельзя, и что можно есть. Но там законы гораздо мягче. Все, что мы сейчас обсуждаем, это именно перед утренней молитвой, потому что перед Минхой и Аравитом, единственное, почему запретили устраивать трапезу, это если вдруг человек забудет, или долго будет есть, или напьется, во всяком случае получится, что он не помолился, только из-за этого. Поэтому маленькую еду или еду, когда нет хлеба и мизуно от мучного, можно устраивать до Минхи, до Аравита. Более того, даже до Минхи есть разные мнения, с какого времени вообще относится запрет. Это все довольно законы запутанные и сложные, но, по крайней мере, там нет проблемы чуть-чуть перекусить. Если не ешь мучного, то все, что угодно можно есть. Ну, конечно, не стоит пить напитки, которые содержат алкоголь, потому что как же будешь молиться пьяным. Это все насчет Минхи и Аравита. А вот перед утренней молитвой установили именно мудрецы более строгий закон, чтобы не ели и не пили вообще ничего, потому что считается как бы гордостью или наглостью, что человек, прежде чем молился Всевышнему, уже начинает свой день с трапезы сначала. Поэтому даже если он не ест хлеба или там мучное, даже перекусить немножко нельзя, кроме, как я сказал, больных и так далее. Так вот, то, что они пишут, что есть исключения насчет воды, чая и кофе, дело вот в чем, что Талмуд не говорит, на самом деле, что есть какие-то исключения. Но воду разрешили уже во время решения, то есть около тысячи лет назад уже были мудрецы, которые разрешали пить воду до молитвы. А потом постепенно появились еще какие-то мягкости, и в том числе вот кофе. Есть же особая причина разрешить кофе, потому что человек, проснувшись, если привык пить кофе, то пока он не выпьет кофе, он просто не сможет хорошо концентрироваться, он еще будет сонным, особенно те, кто не досыпает. Поэтому кофе разрешили, потому что это в любом случае помогает концентрации при молитве. Но вот кофе с сахаром или с молоком, это было достаточно проблематично. Они, кстати, про сахар вообще не пишут, пишут про молоко. Немножко молока нужно добавить, по некоторым мнениям, в кофе, но много молока добавлять, тем более просто чистое молоко пить, это не разрешают мудрецы молоко пить, это как любой напиток, который не разрешен. Добавить немножко в кофе, чтобы кофе легче было выпить, так что черный кофе трудно пить большинству, горький слишком. Особенно в старом, когда его делали кофе, не было растворимого кофе, и кофе был очень сильный и горький, поэтому приходилось разрешить немножко либо молока, либо сахара. Насчет сахара был вообще диспут. Если разрешить, то как его разрешить в прикуску, кусковой сахар есть, или наоборот, добавить в кофе. Сейчас обычаи разрешают именно добавлять в кофе немножко сахара, но не в прикуску. Как бы там ни было, на практике действительно то, что они написали, это правда, что можно разрешить воду, чай и кофе. Но вот насчет остальных напитков есть некоторые еще напитки, за счет которых есть диспут. Что еще можно разрешить, в каких ситуациях. Ну, во всяком случае, нужно знать, что все это как бы с трудом разрешается, поэтому только вот, чтобы... Еще же есть причина одна на кофе, почему разрешают, потому что человеку легче потом опорожниться. Утром обычно у большинства людей, если они сходят в туалет, то потом время молитвы им уже не понадобится. Если они сразу не сходили, то потом может быть время молитвы, и когда у него филин надет, когда нельзя выпускать газы, это все очень большая проблема, поэтому кофе вроде бы помогает с молоком, да, чтобы сходить. В всяком случае, вот я, в принципе, согласен здесь с Псаком, просто он очень коротко описал идею, что можно разрешить воду, чай и кофе. И не стал описывать более детально весь этот вопрос. Теперь, следующий вопрос. Нужно следить, чтобы место, где молишься, было чистым, то есть запрещено молиться там, где имеются следы кала или мочи, или в помещении, где дурно пахнет. Ну вот, слово дурно пахнет, нужно понимать, что есть разные запахи, есть всякие химические запахи или острые какие-то запахи. Хотя нежелательно молиться там, где такие запахи, потому что может отвлекать, но нет запрета там молиться. А вот запрет именно там, где дурно пахнет, что-то вот, что испортилось, например, допустим, труп животного, умершего уже какое-то время, лежавшего умершим, и он издает неприятные очень запахи, да, портится и гниет. Вот такие запахи, около них запрещено молиться. Тем более запахи от кала и от мочи и подобные. На этот счет тоже есть очень много законов шоу-ханархии, несколько глав насчет мочи и кала, и что считается, в каких случаях, да, что именно нужно сделать, насколько далеко отойти, например, чтобы можно было молиться. Это все, он, конечно, не стал вдаваться в эти детали, и это нужно знать. Поэтому вот одна из проблем, это места, если живет ребенок, если есть маленький ребенок в доме, и он, от него могут остаться вонючие памперсы, да, или пеленки, то, соответственно, там нельзя будет молиться. Еще они пишут, что нельзя молиться при нескромно одетых женщинах, или смотря в окно, через которое можно их увидеть. Тут тоже, что значит при нескромно одетых женщинах? В английском варианте тоже там не очень четко описано. Имеется в виду, по еврейскому закону, что женщина имя перед человеком молящимся, то есть если мужчина молится, а перед ним стоит нескромно одетая женщина, тогда нельзя ему произносить благословение. Но если, например, она в комнате присутствует, сзади него, скажем, то тогда этой проблемы нет. Поэтому один из вариантов это просто отвернуться, если так человек в такую ситуацию попал. Знаете, в старые времена нескромно одетая женщина не так еще легко было найти. Все одевались тогда скромно. Поэтому в основном проблема возникала, поэтому это и сформулировано в законе, это в Талмуде в основном по отношению к жене, что если человек, например, в спальне с женой, а она в этот момент не полностью одета, то нельзя, значит, повернувшись к ней делать брохи или там читать шма, он должен отвернуться. Сегодня эта проблема возникает в том, что многие женщины нескромно одеваются. Вот человек, например, едет в метро. Это же не только вообще от молитвы, вообще-то закон относится и к словам Торы. Вот человек едет в метро, допустим, он с кем-то хочет поговорить о Торе. Если он только думает о Торе, да, занимается Торой не вслух, даже пусть читая из книги, но не произносит, тогда проблемы нет. Ну, допустим, он с кем-то сидит с своим другом и изучает Тору, а перед ним стоят женщины, которые нескромно одеты. Это проблема. Поэтому что вообще делать в таких ситуациях? Это все очень много насчет этого написано в последних поколениях, в последние сто лет, когда эта проблема так сильно возникла. Да, или на свадьбах, например, в раввину нужно делать брохи, да, семь благословений, скажем, подкупы, а вокруг стоят в том числе родственницы жены будущей, родственницы невесты, допустим, которые нескромно одеты. Бывает, что если сама невеста не такая религиозная, она тоже нескромно одевается. Что вообще раввину делать? Но один из советов, которые дают, это закрыть глаза. Что если женщина нескромно одета, помогает, по многим мнениям, если закроешь глаза. Но не по всем мнениям это помогает, но на это можно положиться. В отличие от статикала и мочи, в этих вещах ничего не помогает. Потому что закроешь глаза все равно нельзя. Потом есть ситуации, когда можно положиться на мнение, что если просто не смотришь туда. Например, человек читает Тегилим, допустим, писал мы, сидя в автобусе, а перед ним на следующем сидении сидит нескромная женщина, то, может быть, если туда не смотришь, или как-то прикрываешься, некогда, что достаточно прикрыть рот, кстати. В общем, есть много разных мнений. Опять же, мы сейчас сдаваться в это все не будем. Есть очень много сложных законов. Но если можно отвернуться как-то, то это идеальный вариант. В любом случае, это серьезная проблема, значит, если нескромно одетая женщина перед человеком, когда он делает благословение, или молится, или читает слова Торы. Теперь, перед... Да, и человек, который хочет в туалет, ему тоже нельзя молиться. Опять же, здесь сложные законы есть, когда после факта хотя бы засчитывать молитву, когда он так хотел, что и после факта его молитва не засчитывается. Это все в Шухонарахе подробно обсуждается. Перед молитвой следует мыть руки, но благословение при этом не делают. Тут тоже немножко они слишком хотели все коротко описать, и поэтому не написали важные детали. Дело вот в чем. Есть идея помыть руки перед любой молитвой. Перед Минхой тоже, перед Марьев. С другой стороны, есть идея помыть руки утром и сделать на это благословение. Вопрос, когда делать благословение на мытье рук утром? Большинство людей сегодня, они же входят еще потом в туалет, им несколько раз причем ходят, прежде чем еще дойдут до синагоги и пойдут молиться. Например, человек встал, скажем, в 6 утра. Совершенно не факт, что он будет молиться раньше в 8, например. Поэтому он обычно, когда встал, он ходит в туалет, потом еще, может быть, сходит в туалет, перед молитвой, допустим, сходит в туалет и снова помоет руки. Так на какое замовение рук делать благословение? Одни говорят, что лучше всего сделать благословение именно на том мовении рук, которое прямо перед молитвой. Тогда, получается, в случае утренней молитвы следует именно сделать броху при омовении рук. Но тогда не делается броха, когда встал. Другие, наоборот, говорят, что лучше сделать броху, когда встал и сходил в туалет и помыл руки после туалета, то после этого сделать броху на мытье рук, и тогда не делать броху, соответственно, на мытье рук перед молитвой. В любом случае, утром делается броха на мытье рук только один раз. Либо после того, как проснулся, и местам, если ему нужно в туалет, тогда после того, как сходил в туалет, или, соответственно, перед утренней молитвой. А вот перед другим молитвой, действительно, у нас обычай не делать броху. То есть мы руки моем, но броху при этом не делаем. Перед молитвой желательно выделить какую-то сумму денег для помощи нуждающимся, ибо это способствует тому, чтобы Всевышний принял молитву. В некоторых общинах принято собирать пожертвования, то есть отделяют какие-то деньги в копилку и в определенном месте молитвы. Это принято по Аризалю при произношении слов Виаоши, Виакаводмифанеха, Виатамушель, Баколь. Это в Суке Дезимра есть такой отрывок. Богатство и уважение перед тобой, и ты всем правишь. В этот момент на слове Баколь по Кабаля Аризале следует дать какие-то монетки, три монетки на цедаку. Ну, конечно, можно дать и в другие времена, и вообще перед Минхой тоже следует давать цедаку. Там нету молитвы в Иварах Давид, которая есть в Суке Дезимра утром. Но в таком случае перед Минхой тоже желательно давать на цедаку. На практике не все это все делают, но если во время молитвы просто приходят люди и собирают цедаку, то в большинстве случаев, если это не какие-то очень строгие части молитвы, где вообще ни на что не отвлекаются, как шмонесре или шма, первый параграф, то принято давать им цедаку, лучше всего сразу приготовить много монет, чтобы, если приходят собирать цедаку прямо во время молитвы, чтобы не отвлекаться, и сразу дать ему монетку и не отвлекало это от молитвы. Но вот во время первого параграфа шма, и тем более во время шмонесре, вообще не следует ничего давать, да, это слишком строгие молитвы, в которых нельзя прерываться. Но обычно и те, кто собирают об этом, знают, поэтому во время шмонесре они не придут к вам собирать цедаку. Просто бывает, что они не знают, что вы молите шмонесре, допустим, вы опоздали и молите шмонесре позже остальных, тогда, соответственно, если он подошел к вам, вам не следует в этот момент лезть в карман и передавать ему монеты, да, вы только занимаетесь молитвой. И на этом мы закончим данное видео. Если вам нравится, жмите лайк, и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, и, пожалуйста, оставляйте свои замечания. Видео было сделано Хаймилом Суницким.